Здарова, народ! Сегодня мы с вами разучиваем лик в стиле неоклассик. На самом деле он довольно простой и состоит из арпеджио по уменьшенному минорному аккорду. Мы с вами находимся в тональности ми минор. На тему этого уменьшенного аккорда у меня уже есть видео. Он называется «Эти четыре ноты сделают из вас ингви мальстима». Сам этот аккорд у нас звучит вот так в своем уменьшенном виде. И у нас здесь вот эта нотка одна, она на полтона играется ниже. То есть вот она и как раз является уменьшенной. В нормальном состоянии у нас ми минорный аккорд, тонический, разумеется, звучит вот так. А в уменьшенном виде вот так. И, соответственно, он образует у нас здесь очень красивое арпеджио. Если мы сыграем просто все ноты от ми до ми, можно бесконечно экспериментировать с этими нотами. Так, давайте посмотрим, значит, из чего у нас состоит этот лик. Сыграем его медленно. Так, что у нас здесь происходит? Значит, смотрите. Начинаем мы с вами играть как раз ноты ми. И здесь у нас в правой руке идет такой технический ход, как свип. И обратно, когда мы идем, да, вот эту девятку мы цепляем, мы ее цепляем наверх медиатором. То есть, смотрите. Вот это самый главный момент здесь в начале. Так, дальше мы идем вниз. Если мы с вами продолжим полностью, смотрите, вот этот ход. У нас как раз с вами здесь выходит вот от этой ноты ми до шестой открытой ноты ми. Мы полностью проходим по этому арпеджио. И, соответственно, мы можем собирать абсолютно любые здесь конструкции. В данном случае у нас с вами вот такая форма. Так, значит, вначале я вам уже объяснил про свиповый вот этот ход. Так, и смотрите, на обратном пути мы ту же самую ноту цепляем медиатором тоже наверх. Наверх, видите? Дальше. Если мы это зациклим, то у нас получится такой прям конкретный штамповый неоклассический мальстинский вариант. Ну, а единственное, что у мальстинга у него вообще играется даже еще проще. То есть, он использует прям сразу вот так вот аккорд. Играя с правой руки просто вот такие вот темы. Вот таким вот образом. Мы с вами играем по одной ноте. Так, дальше. Вот эту ноту мы наверх сыграли. Дальше, смотрите, у нас начинается вниз-вверх. А с четвертой струны на третью мы опять проходим свипом вниз-вниз. Смотрите. Видите, да? И цепляем опять наверх. Итак, мы идем до самой шестой струны. Так, еще раз. И еще раз. То есть, здесь нужно запомнить вот именно вот этот порядок, да? То есть, мы с вами играем вниз-вверх-вниз-вверх. И вот отсюда мы идем свипом с четвертой на третью струну. И опять наверх. И повторяем это вплоть до шестой струны. Так, давайте сыграем все. Звучать сам аккорд у нас будет в данном случае вот так. Так, еще раз. Значит, смотрите, здесь у нас идет свип, потом сразу наверх. Дальше опять наверх. И дальше. Вот теперь свип. И так мы продолжаем. Я вам уже утрировано показываю. На правую руку мою обратите внимание. Так, что ж. Кого интересует, что я там в конце-то играл? Это была такая легкая импровизация. Здесь у меня были ноты вот такие. И обычное арпеджио. Соль, диас, мажор. Вот сюда. В тонику. Так, что ж. Вот веселик. Давайте его сыграем немножко побыстрее. Ну, это если с той концовкой, которая у меня такая была импровизационная. И еще раз давайте повторим. Что ж, вот такой вот лик. Надеюсь, у вас получится его сыграть. И добавить в копилку вашего наигрыша личного. Что ж, до следующих видео. Пока.